Продолжаем разговор. На чём я остановилась? На Хабаровске, да? Значит, Хабаровске всё продолжается, Вова не разогнал. Ну, там чисто такая ситуация, передел, как и везде во всём мире. Надо строить мост с Артенбергом, все об этом знают, на Сахалин. Амурсталь нужна, и стали вот всякие вылезать папочки, или там, ну, с фортификацией всё это, на фургала и на всех. Всё это, ну, как обычно, чекистская заморочка, а на самом деле всё связано с баблом. Я вам всегда говорила, я считаю, что бабло правит миром, вот, не только в нашей стране. Передел этот такой, не как в девяностых, прямо стрельба каждый день там. Ну, вот таким способом. Власти чекисты, бандиты. С Хабаровском, по-моему, уже всем всё понятно, все-всё разобрались. Так, о чём я ещё хочу сказать? Белоруссия, да, естественно, выборы полностью сфортифицированы. Я давно говорила, в нашей стране и в постсоветских республиках никаких выборов нет. Всё это имитация, профанация, бросы. У меня знакомая, мы вместе учились, она учителем работает в школе. Ещё два года назад мне рассказывала, как на участках. У них две пачки протоколов. Главное, чтобы люди пришли, расписались в этой книге амбарной. Вот, а уже настоящие протоколы уничтожаются, и даже бросом не надо делать. Передаются дальше, ну, в центральной там избирательной комиссии. Другие протоколы, написанные членами избирательной комиссии. И всё это выборы, эти умные голосования Навального, всё это чушь. Всё имитация. Имитация всего выборов. Имитация разделения властей. Имитация независимых судов. И вообще, нет никакой у нас демократии. Нет у нас никаких представителей власти, представителей народа. Конституция власть принадлежит народу. А вот все эти там депутаты, все эти думы, госдумы, представительские функции, законодательные функции. Вот. И народу втирается, что вот, да, на бумаге. Так, а на самом деле совершенно всё иначе. Имитация, ложь, обман, провокация. В нашей стране вот эти все протесты, вот это все оппозиции для выпуска пара. Ну, вот в Белоруссии я всё-таки думаю, что люди... Страна, во-первых, меньше всего 10 миллионов. Вот. И люди хоть и говорят, что вот, там проплачены Польша, там Запад, Чехии 5 долларов платили. Да нет, ребята. Вот когда Лукашенко не согласился принимать участие в этой афере с барановирусом, люди по-разному уже относятся. Вирусы есть. Я тоже считаю, вирусы есть. Вот сегодня опять сообщение о птичьей гриппе опять. Их полно, их миллионы вирусов. Надо просто заниматься своим здоровьем, укреплять иммунитет, хотя сложно, с экологией, с продуктами химическими этими, всё это. Ну, всё-таки, что от тебя зависит, нужно делать. Я против этой вакцинации, всякую химию в себя совать. Ну, это всё... Ой, большая фарма. Всё направлено вот на, опять же, как я говорила, переделать в мире переход в шестой технологический уклад. Вот. Ничего в этом такого нет нового. Вот. И я говорила о том, что люди сами в Беларуси организовались, когда Лукашенко от аферы с барановирусом отказался, они в соцсетях создавали группы, чаты, там, как сказать, помогали. И там были же заражённые всё-таки. Люди болеют каждый год. И они в чатах закупали маски, где-то что-то там. Вот. И это маленькая страна. У них более всё это по Москве, можно сказать, организовано. А когда вот выборы сфальсифицировали, народ проголосовал за Тихановскую, а Лукашенко объявил, что вот у него 80 процентов, все, конечно, возмутились. И в этих же чатах стали писать, что как так, давайте выходить. Вот и всё. Не думаю, что это какое-то влияние Запада. В Беларуси, да, есть у них какие-то предприятия, но это же не конкурент Западу. Ну, Китай, Китай там, да. Если Лукашенко там кредиты берёт у Китая, это вообще-то опасно. Это не МВФ, Китай со своими, с теми, кто не платит, не возвращает ему долги, он поступает очень жёстко. Он, можно сказать, территории может забрать и активы, и всё на свете. Попасть в зависимость Китая, это даже хуже, чем к МВФ, МВФ. Ну, так, короче, управляемый хаос. А народ, да, народ, в принципе, да, так повёлся. Мне очень понравилось, как белорусы себя проявили. Молодцы. И они, вот, говорят по зомбоящику, мы там, братья, всё. Нет, они даже внешне другие. И говорят по-другому. Ну, во-первых, маленькая страна, да. Они ближе, я считаю, к Польше, по менталитету, чем к России. Ну, так я считаю. Ну, что будет, чем это закончится, мне кажется, Лукашенко уже не удастся удержаться. Или приемник, там, Коленьку всё равно готовит своего. Всё, мне кажется, это не удастся. Ну, вот, зависит от военных у него в белорусик. Может быть, кто-то осмелится проявить инициативу. Посмотрим. Вчера были забастовки. Вот в России к таким методам протеста не прибегали. А белорусы молодцы. И вот сегодня я с утра смотрела. Опять же, люди собираются у предприятий, заводов, разговаривают, обсуждают. Вчерашнее, что из ИВС на Крестино отпустили. Много задержанных. Задержанных было 6 тысяч или больше, не знаю. Да просто места у них нет. Там сидели в этих камерах, там, рассчитанных на 4, 5, 6 человек. Сидели по 30, по 40 человек. Конечно, если бы ещё они не выпустили. А вчера, допустим, разгоняли и опять нахапали там тысячёнку-другую. Просто где им размещать-то? Пришлось бы ему как это на стадионах, что ли, людей. Не знаю где. Ну, короче, батька не, как сказать, пожадничал. Считаю, если бы он написал себе там 60% Тихановской, там, 25%. И всё бы как бы так и утихло, и прокатило у него. Ну, вот эта тупость, наглость. И всё-таки договорённость с Вовой. Потому что не верю я, что он принимал решение даже вот об этих процентах самостоятельно. Без участия Вовы. Вот такое моё мнение, ребята. Посмотрим, как это всё будет. Лето к закату. Но осенью события будут разворачиваться ещё более интересно. Потому что в Америке выборы. На Ближнем Востоке тревожно. Вот. Вот всё, что, в принципе, я хотела сказать. Всем удачного дня. Берегите себя. Не вертеньким фейкам и бросам. Не смотрите зомбоящик. Занимайтесь своим здоровьем. Не жрите химию. Едите вакцины и всякую дрянь. Укрепляйте иммунитет. Пока ещё есть время. Фрукты, солнце, дачи. Всем всего доброго. Ваш стрелец-дракон.